Всем привет! Добро пожаловать на канал VTNT. Это видео будет в рамках проекта акции 11.11. И я сегодня буду говорить о Cubot Official Store, то есть есть официальный магазин смартфонов Cubot на Алиэкспрессе. И я хотел бы показать вам ряд моделей, которые интересны, которые есть смысл присмотреться, если вы ищете вариант Cubot. Ну и, соответственно, насколько в ценовой категории они адекватно смотрятся. Итак, один год работает этот магазин. Видите, Cubot Official Store. И на всемирный день шопинга они делают распродажи. Один доллар вы можете получить купон, если ваша покупка будет свыше 119 долларов. Я не говорю о универсальных купонах, если вы их заработали там где-то отдельно за всякие монетки и так далее. И купон можно получить, если за 169 долларов вы сделаете заказ, то тогда будут скидоны вам дополнительные по купонам. Не забывайте о кешбеке. Я рекомендую кешбек Letyshops, потому что в этот день на Letyshops будет кешбек 7,5%. Это, наверное, самый высокий кешбек Letyshops, который когда-либо был. Если вы сейчас подумали, что есть кешбеки, которые предоставляют больше, поверьте, там, скорее всего, развод, потому что больше 8% реально никто не может вам предложить реальных. Все, что выше 8% это будут в убыток. Вот как-то так. Откуда я взял эти 8%? Если вам это интересно, я могу записать об этом видео, если вы хотите. Поэтому, если комментов наберется достаточное количество, я запишу об этом видео. Итак, смартфонов, которые они на распродажу 11.11 предлагают, не так уж и много. Да и моделей у Cubot не так уж и много. Я выделил несколько моделей. К примеру, некоторые модели, которые точно, однозначно я не рекомендую. Вот вообще не рекомендую. Давайте будем смотреть. Первое. Cubot Max 6.0. Это вот такой смартфончик. Я бы не сказал, что я его прям однозначно рекомендую, но у него цена достаточно неплохая. Как для смартфона, который имеет 3 гига оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти. И он также 6-дюймовый и 4100 батарейка у него. Если я не ошибаюсь, давайте посмотрим. Да, 4100, 32 встроенной, 2 гига оперативки, 6 экран. Вот все то, что нужно знать. В принципе, данный смартфон будет интересен тем людям, которым нужна большая автономность, побольше встроенной памяти и побольше экранчик. Что касается цены, то она как бы до акции типа 150 долларов. На самом деле, цена этого смартфона была где-то в районе 125 долларов. Сейчас его предлагают за 119. В принципе, если еще и сэкономить с кешбэком 7,5%, то вы посчитайте, сколько он вам выйдет. Очень даже неплохо. Далее, Cubot X16s. Этот смартфон, который я тоже рекомендую. Потому что X16s интересен тем, что он очень компактный, тоненький, 5 дюймов HD экран. И он имеет 3 гига оперативки, 16 гигабайт встроенной памяти, хорошую камеру. Чем он интересен? Если вы любите небольшие, стильные, классные, тоненькие смартфоны. Вот этот смартфон как раз именно для вас и среди конкурентов как таковых сказать, что вот этот конкурент нет. Вот реально нету конкурентов. Он очень тоненький. Ну, разве что iPhone, наверное, конкурент. Вот он тоньше, чем Mi 4, тоньше, чем все эти Xiaomi Redmi и остальные другие топ-гаджеты. Он реально очень-очень стильный. В этом смартфоне комбинированный слот. То есть, или две симки, или же симка плюс карта памяти. Ну, в принципе, не могу сказать, что это прям плохо, но как-то так. Что касается других вещей, в принципе, Android 6.0, 6735A, это не самый прям свежий процессор, но как для этого смартфона вполне себе приемлемо. Вот тут ошибка, наверное, тут не HD экран, по идее должен быть Full HD экран. Давайте мы еще раз посмотрим HD. HD экран, вот как-то так, тут даже HD экран. Но вообще и в X16, если я не ошибаюсь, Full HD экран. Но цена вкусная. Блин, за 100 баксов практически, если с кэшбэком выхватить, то нормально. И еще один аппаратик. Третий аппарат, который я мог бы порекомендовать от Кубота, это Кубот S. Note S его еще называют. Этот аппарат интересен тем, что здесь большой объем батарейки, 2 гига оперативки, 16 гиг встроенной памяти. Выглядит он достаточно стильно. И цена у него 79,99. Я бы так сказал, что это, в принципе, максимально адекватная цена, по которой можно купить. Ну и если учитывать еще супер кэшбэк в 7,5%, то это где-то еще минус как минимум 5 долларов. То есть получится так, что... А, ну давайте мы все это дело посчитаем. 79,99 умножаем на 0,93. Вот. Получается 74,39. Да, вообще надо 7,5%. Украина и процентов это 79,99. Я на 0,92,5. Вот. Это будет точное. То есть, ну, кто не шарит, как я, почему я так считаю, поучите математику. Да. В общем, 74 доллара по факту он вам обойдется. Вот как-то так. Что касается возможности доставки, то в Украину доставляется почтой Нидерландов. Я думаю, что в России тоже будут варианты с доставками. Ну, все отлично. Вот эти три смартфона. Что касается остальных аппаратов, я, к сожалению, порекомендовать из куботов не могу. X15 немного устарел. Динозавр как динозавр, блин. Вот. Вот этот кубот эхо вообще какой-то, не знаю, до потопе. Зачем они его вообще выставили. Вот гепард немного дороговат, как по мне, для этой цены. Вот. S550 тоже дороговат. То есть, в принципе, ну, чересчур высокие цены на остальные гаджеты. Вот только три я могу выделить и больше не могу. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, вы можете написать в комментариях. Друзья, я как бы записываю видео в рамках проекта 11.11. И люди просто спрашивают по фирмам. Если я как бы справлюсь, то я постараюсь вам про кубот, про дуги, про юми записать. Нет, про юми, наверное, я не буду писать. Юми не буду рекомендовать. Улефон, Xiaomi, Meizu. Если хотите, вот прям по каждому из производителей пройдусь и какие-то вариации вам попредлагаю. Если вам это интересно, то да, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях, чтобы я понимал, что вы интересуетесь этим. Если вам это не интересно, то я просто тупо остановлю и не буду как бы записывать такие видео. Вот, буду что-то другое делать или не буду записывать видео. В общем, пишите в комментах ваше мнение по этому поводу. Ну, а я буду продолжать искать интересные варианты. Исключительно я на вашей стороне, а не на стороне Алиэкспресса. Почему? Потому что, если вы будете довольны, то тогда вы будете мне и лайки ставить, и будете активны и так далее. То есть, вот что для меня важно. То есть, для меня важна прежде всего моя аудитория. И контент, который ориентирован на моем канале, то есть, он как бы исходит из запросов аудитории. В принципе, как такового, по сути, контента на YouTube не так уж и много. То есть, есть просто слепые, глупые рекомендации людей, которые не совсем понимают в технике, вот, не совсем разбираются в всей этой теме. То есть, все вот эти вот, как бы, подборки и так далее. Все это занимает очень много времени, очень много работы, то есть, изучение, сравнение, знания все эти. Поэтому я этим занимаюсь исключительно для вас. Для меня тоже есть выгода. То есть, вы не думайте, что я тут волонтер на основе волонтерской. То есть, конечно же, я и от просмотров, то есть, ну, точнее, от кликов на рекламу и от многих других факторов. Как бы, у меня различные, там, сотрудничества. Вот, видели рекламные видео с Gearbest'ом и так далее. В общем, заканчиваю я это видео. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.